Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость, хотя будет связана с разными позициями Министерства финансов, но у этих позиций есть определенная общность. Одно из писем связано с биткоином, а второе с порядком исчисления сроков в связи с уплатой НДФЛ при разделе земельного участка. Но что общего в этих письмах, это то, что ранее Минфин высказывал аналогичные позиции по данным вопросам. Что касается биткоина и обложения НДФЛ доходов от операции с биткоином, то, как и раньше, Минфин указывает на то, что каких-либо особенностей пока в налоговом кодексе в отношении соответствующих операций и доходов не предусмотрено. Но, тем не менее, Минфин указывает на то, что в связи с операциями с биткоином может образовываться доход, который соответствует признакам, перечисленным в статье 41 НКРФ, а значит, этот доход облагается в соответствии с главой 23 НКРФ. Что касается вопроса раздела земельного участка, то в данном случае вопрос был связан с тем, с какого момента исчислять срок владения земельным участком, поскольку от этого зависит, будут облагаться доходом, извиняюсь, НДФЛ доходы от реализации земельного участка, либо нет. Так вот, Минфин указывает на то, что в результате раздела земельного участка образуются два новых, ну не два, а просто новые объекты правособственности, а значит, исчислять срок нужно с даты государственной регистрации соответствующих новых объектов. При этом Минфин ссылается на позицию Конституционного суда Российской Федерации. Таким образом, налогоплательщикам, во-первых, которые осуществляют операции с биткоинами, необходимо иметь в виду позицию Минфина. Что касается раздела земельного участка, то здесь опять же владельцам земельного участка следует иметь в виду данную позицию Минфина, и, возможно, в том случае, если они хотят реализовать данный участок, повременить с разделом, а каким-то договорным способом попытаться урегулировать вопрос, ну, скажем, раздела разделения доходов в результате реализации земельного участка, либо каким-то иным образом постараться минимизировать свои налоговые обязательства. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.